Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Гуга Вандер Гус. Боковые части триптиха. Поклонение пастырей. Нидерландская школа. Выше всех живописцев старой нидерландской школы на целую голову их учитель и основатель этой школы Ян Ван Эйк. Если можно поставить кого-либо ряда с ними, то только одного Гуга Вандер Гуса. Художника, родившегося годами 45, позже него и умершего еще далеко не в старости, одержимым тяжкой меланхолией в монастыре Роденталь близ Брюсселя. Как слова Ян Ван Эйка, основанного главным образом на алтарном складне, который был начат его братом Гумбертом для генской церкви святого Бавона. Им дописано. Так известность Вандер Гуса жиждится на алтарном триптихе поклонения пастырей, заказанном ему одним богатым флорентийцем для госпиталя своего родного города и хранящимся теперь в галерее Уфиции во Флоренции. Мастер Гуга уступает Ян Ван Эйку в отделке детали, красоте и блеске красок, но превосходит его в сильной моделировке фигур, в сосредоточенности композиции, упрощенности форм и чувстве величия. Правда, понятие о красоте форм, а тем более грации у Гуга Вандер Гуса столь же мало, как и у братьев Ван Эйков и у других мастеров старой нидерландской школы. Сравнительно с ними он даже более реалистичен и груб, порой доходя до отталкивающего безобразия. Зато его фигуры пластичные, краски гармоничны и он мастерски умеет изображать очень сложный ландшафт. Это доказывают воспроизведенные в нашей гелиагравюре боковые части вышеупомянутого триптиха. На одной из них изображен заказчик этой иконы, Томазе Партенари, со своими двумя сыновьями и их святыми покровителями. На другой створке представлена молодая жена заказчика с маленькой дочерью, а также со святыми покровительницами их обоих. Сильное впечатление, произведенное этим триптихом даже на великих флорентийских мастеров, сказывается во многих картинах Доминика Герландая, Лоренцо де Креди и некоторых других. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok